СТОРОНЫ В договор не добавили никаких преамбул или политических деклараций, но мы лишь немного дополнили объяснительную записку, чтобы она была более похожа на текст 2014 года, повторили часть требований. Мы все понимаем, что нынешний конкретный договор касается только связанных с границей вопросов. Государственная граница во многом совпадает с нынешней контрольной линией. Но кое-где страны обмениваются землями, чтобы граница логичным образом пролегала на природе. По-моему, будет разумным, если парламент ратифицирует договор. Сегодня министр иностранных дел Марина Кальюрант сделала важное сообщение о том, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о желании Российской Федерации ратифицировать пограничный договор. По словам Кальюрант, важно, чтобы процесс ратификации пограничного договора завершился в России до сентября следующего года, поскольку позже пройдут выборы Государственной Думы. Если к тому времени парламент не утвердит документ, процесс снова будет отложен. Министр также подчеркнула, что на заседании правительства в четверг в договоры пояснительную записку к проекту ратификации не были внесены существенные дополнения. Действия Тартусского мирного договора и правоприемства Эстонии гарантированы. В договоре ничего не изменилось. В проекте закона, который мы предоставим парламенту, ничего не изменилось. Мы действительно обсуждали юридическую справку, которая прилагается к договору, где просто расписывается, что одна, вторая, третья статья значит. Мы туда тоже ничего нового не добавили. У нас разное понимание, и мы понимаем разное о том, как действует Тартусский мирный договор. У нас сегодня разное понимание об истории, что произошло в Эстонии в 1939, 1940, 1941, 1944 году. Действительно, это так. И, может быть, поэтому мы и хотим снова и снова повторять то, что вроде бы записано в Конституции, записано в наших законах, но для того, чтобы уверить себя и уверить еще больше жителей Эстонии. Как отметила Кальюранд, если договоры будут ратифицированы, стороны смогут приступить к демаркации границы. Никаких изменений. Именно эта фраза была ключевой и звучала из уст различных чиновников по нескольку раз. Об этом же говорили и депутат Европарламента, бывшая глава эстонского МИДа Урма Спайт и бывший министр обороны Свен Миксер. Впрочем, теперь очередь за российской стороной. Сочетут ли они новый вариант пояснительной записки как помеху? Или же спустя десятки лет важный для обеих сторон документ будет все-таки подписан?